В Югру вернулись отряды вахты памяти с ежегодных раскопок, которые проходят на полях сражений времен Великой Отечественной войны. Поисковики привезли в школьные и студенческие музеи различные артефакты. Но самая важная задача – подъем останков и установление личностей погибших бойцов. Удалось ли выполнить югорчанам основные задачи, узнал Кирилл Волконский. Историк? Юг. Я уже выпускник. Прежде чем применить щуп, территорию обследовали металлоискателем. В полях под Волгоградом до сих пор можно найти неразорвавшиеся снаряды. Зная об этом, опытные поисковики работают осторожно. Через несколько минут выдвинемся на точку для поиска без вести пропавших бойцов. Если оператор покажет нам лагерь, то вот наша палатка, где мы расположились, и как сам по себе выглядит данный лагерь. Находимся мы в городе Волгоград. Самой ценной находкой во время раскопок считаются человеческие останки, которые можно опознать по документам или же смертным медальоном. В этом году представители поискового студотряда «Следопыт» подняли бойца рабочей крестьянской Красной Армии. При себе у солдата был противогаз, ботинки, полный комплект боеприпасов, кружка и монета номиналом 15 копеек. Кроме этого, были обнаружены каски США-40, стальной шлем-40 советского производства. Была обнаружена стеклянная фляга. Тоже находка достаточно редкая, потому что, как правило, они бьются. То есть фляги из металла, они живут дольше. На полях сражений, где происходила одна из самых ожесточенных, переломных битв Великой Отечественной войны – Сталинградская, поисковые отряды из Нижневартовска провели две недели. Кроме раскопок, в канун Дня Победы студенты провели субботник на Самфаловском кладбище. Как обычно, на 9 мая приезжает очень много людей со всей нашей церкви, чтобы почтить память, посмотреть, где воевал их дед, прадед, где может быть погиб, где пропал весь. Часть обнаруженных находок студенты привезли в Нижневартовск. После очистки и консервации артефакты займут место в музеях университета. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Волгоградская область.